Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет горячо. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Здравствуй, дорогой Рокутаген. Здравствуй, капитан очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены. Другие подруги, с вами Рокутаген, капитан очевидность. И отличненький анекдот прежде всего. Где-то в горах Японии идёт путник. И видит он старика и юношу. И старик с юношей пьют саке. Ну, водочку японскую. Путник думает, надо бы попросить третьим. Говорит, мужчина, а можно я буду третьим? Они говорят, нет, ты будешь пятым. Он говорит, как пятым? Вы чё, считать не умеете? Один, два, я третий. Нет, ты будешь пятым. Четверых мы уже нахрен послали. Да, так оно и бывает. Водочка, она ж такая, сами понимаете, она ж не бесплатная. Так, чё-то никого вышел. Хэтшот, бэби, you got owned, да. Сточина, мрачина. Благодарю, Дарина. Хорошо пошло. Ай-яй-яй-яй-яй, вот так вот, Гаднателло. Так, так, угу. И замышковался сразу. Да, всё как положено по тактике. Послушаем, посмотрим. Может противник выпрыгнет откуда-то сверху, я его подловлю сразу. Да нет, вроде. А, о-о-о. О, блин, зараза. А, всё, его масло-чизировали, отлично. Так, ну ладно, посмотрим. Где-то должны быть ещё эти бабы, где-то они по-любасу есть. Где-то вот какой-то звук. Вон он. Готов, мой сладенький. Один остался, один. Всё. Неужто, рачишка, ты решил бой на респе провести? Кэп, в смысле на респе? У нас тут коды прямо на респе. Я не на респе, я как бы вокруг здания хожу. Да, это технические респа, но я могу и дальше пойти, мне пофигу. Это не самое главное. Не надо меня подкалывать на этот счёт. Но, в принципе, респу надо охранять, по сути. За защиту. Так, тихо. Есть, готов, мой сладенький. Ходите-ка. Блин, а как он сюда проник, ребят? Вы что, вообще ничего не смотрите? Я в шоке. Пацаны, ну как-то надо посерьёзней. А, резули, тихо. Лох познаётся в беде. Какой лох? Меня фактически... Нас же маслотизировал, отфармил. Ой-ой, ибунды, стад. Надо же, ты решил играть агрессивно? Я не решил агрессивно, я решил играть эффективно. Понял? Вот так вот. Хочу посмотреть, но должны же люди пойти отсюда, в конце концов. Должны пойти. Почему они не идут? По этой стороне почти всегда ходят. Как-то удивительная какая-то команда противника, я понять не могу. Я лично хожу по той стороне частенько. Это здорово, ну на паблике во всяком случае. Так. О, натянута. Ага. Где-то здесь за сеночкой, по-моему, наверху даже где-то. Где-то бобрита, вон он там сидит. За забором. Я пока не пойду, мне не выгодно. Я буду ждать. Если он сейчас на них отличётся. Нет, нифига, ты смотри-ка. Вот он. Готов мой сладенький пирожок. Хэдшот тебе за это. Не увлекайся. Да, я без тебя разберусь, увлекаться нет. Сочно. Скажи честно, бро, вал всё-таки нагиб или нет? Ну, в целом нагиб, да. Нагиб, 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 не спорю. Вал, ну, хорош, хорош, да. Но есть одна проблема. Проблема такая, что, знаете, есть старая хорошая поговорка. Лучший штурмовик, это инженер с ктаром. Поговорка 2014 года. К сожалению, она вновь актуальна. Вот, несмотря, хэдшот, деточка, на все эти валы, если у вас есть инженер с ктаром, это лучший штурмовик. Вот и всё. И это правда. Вот, да, пытаются они что-то сделать, но как-то не уверенно, как-то тудым-сюдым, как-то этот штурмовик всё восстаёт, восстаёт, да никак не восстанет. В этом проблема наших вот новых разработчиков. Да и старых. Штор, Бутаген, на очки играешь? Да, играю, блин. Ты что думаешь, я пойду вот с другими классами упор сражаться? Нафиг надо. Штурмовик самый сейчас, вообще самый, наверное, вблизи уязвимый. Снайпер ваншотит, инженер спиливает за секунду, медик ваншотит, а штурмовиком попади ещё в голову, блин, с темпом штурмовых винтовок. Только с кац ПДВ можно сбривать. Какой же ты наивный, Рокутагин. Неужели ты думаешь, что это прокатит второй раз? Да, я уже не думаю, я сейчас уже передумал. Нафиг оно нужно, да. В самом деле. Ты в чём-то прав. Он в чём-то прав, бывает. Как бы да. Два раза нет, можно ходить, но у меня сомнения. По-моему, сейчас они там вообще хорошо будут принимать. Я пойду отсюда. жопа идти. Тут на самом деле самое, ну такое, по трубе вроде, да, ближайшее к точке, где могут быть противники и где кода лежат. Но это очень опасно. Ага, голубчик там, видите? Ха-ха, мой сладкий, иди сюда. Иди сюда. А-а-а. Ручишка, ты где таких маслят находишь? Я куда не зайду, у меня киберкотлеты. Ой, киберкотлеты. Кэп, вот эти все разговоры такие, как ты говорят, как у меня все киберкотлеты. Я просто, ты такой вот маслач, который этот лежит, вот. Вот, я не знаю, правда, может это не маслач, но он не внимательный, он был как маслач вот в этом раунде. Вот, Кэп, понимаешь? Вот ты как бы маслач, и у тебя вокруг киберкотлеты, поэтому. Поговори мне еще. Ха-ха-ха, буду говорить, понял? Не умничай. Маслач, блин. Маслач, блин. Кстати, братишка, какой следующий мод на Сталкер будешь проходить? А-а-а, ну мод другое дело, это хороший разговор. Да, друзья, кстати, по-любому, вот из тех, кто смотрит, очень много людей не знает, что у меня второй канал есть. Там я прохожу игры. Вместе с Кэпом монтажик, все сочно, как бы, топово. Прям подписывайтесь. Да-да, хуиша. Даблкил, деточка, да! Второй канал есть, ссылка в описании, подписывайтесь. Скоро там будет мод на Сталкер. Это, в принципе, можно сказать то, что вы давно у меня просили. Сочная глубокая атмосфера. Прямо великолепно. Алды поймут. Может, не поймут, но будут догадываться, о чем я говорю. Это такая, знаете, легендарная история большая, но тут немножко все по-другому. В общем, хрен угадаешь, скоро узнаете. Да, так оно и будет. Будет очень сочно в зоне отчуждения. Там другие локации, ну, переделанные локации старые, новые есть. И сочно, прочно, глубоко. Улучшенная графика, улучшенный нагиб. Немного хардкорчика. Да, тоже присутствует. Знаете, так не совсем легко. Даже так прямо, да. Пукан будет пригорать, но будет сочно. Прямо я уверен в этом. А, все что ли? А, понятно. Ну, сет пока добежит, тем более сет 1 на 5, сета что-то не заладилось. Понятно. Это как бы нормально. Мы хорошо нагнули. Ну и что, еще один раунд? Ну, согласись, Warface все-таки говно стал. Да. Граната пошла! В смысле говно? Ты что, дурак что ли? Что ты несешь? Топовая игра, лучшая на свете. Лучше только сталкер может быть. Что ты мне рассказываешь, где движуха-то еще вся? Я просто так, что ли, тут наклоняю? Давай. А где он, я пойти могу? Он там где-то сидит, да? Оттуда вон звук был. Вон где-то... Да! А, ты смотри, какой наклонятор! Вот тут вот. Опаньки, готов! Отлично. Вы двоем остались. Да я знаю. Но ничего, нормально. Инженера я этого успел спасти, когда спрыгнул. Ну, может он и, в принципе, сам бы справился. Я уже, скажем так, много на себя беру. Может он бы и сам справился. Он тут остается, как я понял. Где-то здесь будет сидеть. Наверх хочет. Я наверх не пойду. Нет. О-о-о! Где-то-то? О-о-о! Этшот, дедочка! Так, отлично. Отлично. С двух сторон. Красава! Красава! И Букентий! Дает жару тоже. Умеет, могет, практикует. Давай-давай, держи там, братан. Держи-держи. А я здесь буду держать. Блин, да те звуки, настройки, именно вот тут вот. Что-то работает, какой-то компрессор, не пойми что. Пресса или что это такое? И жопа вообще. Ни хрена не слышно шагов. Блин. Убрали бы их, что ли. Сделали намного тише. Обе защищены. Мы выиграли. Он не пришел. Жил как крыса, выиграл как крыса. Красава Рокутагин. Благодарю вас. Я вольщен. Вы оценили мое мастерство скрытности и тактики. Это приятно. 17 фрагов, 9 коншотов, где ЮАС Оунда 8 к 1 сыграли. Неплохо так. Стройку. Понагибали. Вал хорош. Реально хорош. И реально приятен. Но, к сожалению, не отменяет того факта, что лучший штурмовик это инженер. Сктаром. А вам, дорогие зрители, желаю самого главного. Счастья, здоровья и любви. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока.